Ну как вам с добрым утречком? I like it! Зачем его показывать? Андрей, да, желаю, чтобы я показала балкон. Интересно, сколько тут квадратных сантиметров? Пивасик это твоё наследие. В общем, такая тут красотища. Идём на завтрак. Так выглядит отель. Ну это один этаж в отеле, а на самом деле этот отель находится в каком-то государственном здании, да, он сказал? Да, посмотрите, как оно выглядит. И тут он на нескольких этажах находится. Пахнет антиквариатом. Зацените лифт. Мы вчера спросили, что это за штука такая. А это, между прочим, аппарат для оплаты лифта. Вот так вот. 10 центов стоит прокатиться на лифте. Но в субботу и воскресенье бесплатно. Правильно? Смотри, они там спорт поддерживают. Да. И он сказал, что это нормальная практика. Вот паренек, который делал нам ресепшн, он сказал, что это нормальная практика в государственных зданиях. Ставить такие аппараты и платить деньги за то, чтобы прокатиться на лифте. В общем, зашли мы тут позавтракать. Ну, а это завтрак, который включен на стоимость номера. Ну, такая булочная, где, в общем-то, позавтракать можно только кофе с булочкой. Булочку хочу есть только я. Андрей у нас булочки особо не ест вот такие сладкие. Ян почему-то не захотел. Ну, я не люблю марафон. Хорошо. Круассаны ты не любишь на завтрак, ты сказал. Я взяла себе капучино, Андрейка взял себе черный кофе, и они еще пошли заказывать пиццу и сок Яну. Ну, и Андрей, наверное, тоже пиццу поестит. Одна Яни привилетливая. Готова есть итальянский круассан. Ням-ням-ням. Так, ребят, мы начали тут нашу прогулку. На самом деле на улице жарко. Мы провели 33 градуса. Ну, и для гуляния, конечно, это жарковатая погода. Мы особо ничего не планировали в Неаполе. Мы просто приехали отдыхать, гулять и так далее. Но так как гуляние для гуляния жарковато, мы решили взять туристический автобус. Ну, то есть такой автобус, который едет по городу. Можно выходить, можно обратно на него залазить. В общем, сейчас ждем автобуса, который поедет как раз по ветке, по которой мы хотим. Которая едет вдоль моря. И поедем с ветерком в кондиционере. Потому что реально мы пока дошли до остановки. В принципе, идти недолго и недалеко. Можем минут 10. Но, честно говоря, за эти 10 минут мы просто уже изжарились. Купили пацану шляпу, потому что, ну, естественно, забыли взять с собой. Ну, ничего, 10 евро, не страшно. Туристов, ребята, очень много. Хотя мы, конечно, находимся в таком очень туристическом месте. Но в любом случае, мы когда были в Милане, мы тоже жили там в центре. И такого количества туристов я не помню. В общем, да. Вот эти туристические автобусы буквально там за 10 минут набиваются битком. Мы просто ждем нашего автобуса, чтобы поехать по маршруту, который мы хотим. Но по факту, вот пока мы стояли здесь в очереди, чтобы купить билеты, отъехала автобуса 4. Мы тут пытаемся охладиться в автобусе. Хотя это не так легко сделать. Мы даже на второй этаж не стали подниматься, потому что там жарко. Сидим под кондером. Но тут, конечно, кондиционеры. Скорее, это вентиляторы. Я начала оценивать наши израильские кондиционеры, потому что в Израиле, да, снаружи жарко, но в помещение ты заходишь, и тебя прям сразу таким ледяным воздухом обдувают. Здесь, ну, хоть и там, где мы были, по крайней мере, это скорее вентиляторы, чем кондиционеры. Но это занимает долгое время, чтобы остыть. В общем, мы тут катаемся... Быстрее оттене остынет. Да. В общем, мы тут катаемся на автобусе, не смотрим, а ты идите на архитектуру. Хочется выйти погулять, но, честно говоря, очень жарко. Все отсюда, да, обратно. Посмотри, посмотри. Не, ну, мы просто не могли здесь не выйти. Конечно, тут виды просто... У меня цензурных слов нет, ребят. Так что я лучше промолчу. А это, кстати, Визуи, если я не ошибаюсь. А это Неаполь. Блин, такой красивый город. Я, честно говоря, не ожидала. Смотри-ка, фоточки, фоточки, фоточки делает. Ну, конечно, здесь офигенно. Ян, запрыгиваем в автобус. Нас автобус подождал. Решили мы все-таки рискнуть и прокатиться наверху. Кондер забрали. Ну, в самом деле, да, наши места под кондиционером забрали, поэтому мы решили проехаться на втором этаже. Тут, кстати, ветерок обдувают вообще классно, да? Да. Тут, кстати, хорошо. А Янчик сидит спереди. Смотрите, как у нас едет пацан в самом впереди. Не так жарко. Да, ветерок вообще обдувает. Только голову надырешь? Да. Андрей немножечко в шоке от этого лайнера, который, в общем-то, как город. Один небольшой город, плывущий по воде. Ты просто посмотри, вон стоит лайнер, а вон город. Просто там переведи и посмотри. В принципе, и почти одно и то же. Да, там сколько этажей? Вот я уже насчитала этажей 8-9. Красота. Кстати, ребята, вот в этом отеле мы сегодня ночевали. Вот он этот замок, который открывался из нашего окна. То есть одно из этих окошков, которое вы видели, было нашим. Блядь, он больше, чем форт. Он больше, чем форт. Вот, просто. Больше, да. Так, мы решились, вышли из автобуса. Я, знаете, что я вам хочу сказать? На улице в Тиньке приятнее, чем в автобусе. В автобусе реально жарко. Особенно мы, когда взяли второй маршрут, там было вообще ужасно жарко. Реально тут кондиционеры. Это не кондиционеры, это какая-то насмешка, по крайней мере, для нас из Израиля. Вот как бы это абсурдно не звучало, но мы в Израиле привыкли к холоду. Вот реально привыкли. Мы тут зашли в магазин, обычный супермаркет, под предлогом посмотреть цену. Но на самом деле мы пришли сюда охладиться в кондиционере. И даже здесь, ребят, кондиционеры, они не холодные. Я нашел холодное место, как в Израиле. Как в Израиле, то есть в самом холодильнике внутри. Вот в натуре, вот просто. Вот где-то вот здесь есть температура, как в израильских супермаркетах. Кстати, смотрите, какой красивый отдел мясной. Точнее, отдел салатов и сыров. Как красиво оформлено. А вот и мы. Мы зашли в ресторанчик, забрели, можно сказать, по дороге. Но, в принципе, нам надо где-то пообедать. Уже приближается время обеда. И что нам ресторан называется Solo Pizza. Мы сначала не поняли, что это значит. А потом, когда нам принесли меню, поняли, что здесь одна только пицца есть. Ну, в общем, мы заказали три пиццы разные. Не знаем, какие. Потому что меню на английском у них нет. Естественно, ни на каких других языках, кроме итальянского, меню нет. Так что мы, по сути, вкнули пальцем в небо. И нам сейчас должны что-то принести. Что-то вкусненькое. Кстати, вот интерьер ресторанчика. Ну, это больше, наверное, похоже на такой забегаловую пиццерию. Ну, главное, знаете, это пиццерия итальянская. Значит, тут должна быть самая-самая вкусная пицца. Ребята, мне кажется, мы могли одну пиццу у нас всех троих заказать. А как это есть? Я не знаю, как хочешь. Это порция мешоку? Я не знаю. Ребят, настоящая итальянская пицца. Смотрите, какая она тонюсенькая. Просто прозрачная. Небольшое такое наблюдение, ребят. В Няполе водители клали на пешеходов с высокой колокольни. Тут вообще не уступают дорогу. То есть ты проходишь по пешеходному переходу, и тебе нужно внаглую проходить по пешеходному переходу, чтобы хоть кто-то остановился. Так, ребят, ну что, мы уже забрали наши вещи. Я надеюсь, что меня не сильно забывают, потому что здесь утерок. И мы пришли на паромную станцию, на водный вокзал, в порт, короче. Мы пришли, чтобы сесть здесь на паром, который отвезет нас на остров, на котором мы будем еще полтора дня. Я все время хочу вам назвать этот остров, но мне все кажется, что я его неправильно произношу. Так что, если это так, то не ругайте меня сильно, просто напишите, как правильно. Это остров прочий, да. В общем, туда мы поплывем сейчас. А вон Андрюшка с Янчиком. А это корабль, ребят. Это корабль, которого просто конца и края не видно. Вот вам и вокзальчик с тресками. Но кондиционера, как бы, мне кажется, нет. Нет, ну что-то где-то прохладно, но это скорее тень. Да, это ветерок, тень, сквозняк, я не знаю. Так нас отравили с того вокзала вот на такой открытый вокзал. Так что мы тут сели в кафешки, где работают вентиляторы. Паспорт проверил? Короче, мы тут сели в кафешки, чтобы сидеть хоть под какими-то вентиляторами. Потому что, ребят, тут просто невозможно нигде спрятаться от жира. Это просто капец какой-то. Тут даже в местах, где вроде как есть кондиционеры, они как будто бы не работают. Вот серьезно. В общем, да, ребят, летом, ну, по крайней мере, в Неаполь ехать, наверное, не стоит, если вы тяжело переносите жару. Такая очень большая разница с Израилем, что в Израиле, неважно, где ты находишься, ты в любую кафешку, в любое транспортное средство, в любую забегаловку зайдешь, и там будет такой мощный кондиционер, что можно остыть за секунду. Замерзнуть за секунду, и ты будешь выходить на улицу в 40-градусную жару, чтобы погреться. А здесь ты просто вот не знаешь, куда спрятаться от жары. Реально. Даже вот полностью закрытые помещения, даже вокзал, куда мы поднимались, там кондиционер не работает, там, по-моему, нет кондиционера. Мы тут благополучно плывем на пароме. Как хорошо, слушайте, можно часок отдохнуть в кондиционере. И мы, честно говоря, очень переживали, что и здесь будет жарко, потому что, ну, за целый день мы еще реально не почувствовали нормального кондиционера, только здесь первый раз. И переживали, что здесь тоже будет душегубка, но нет, это прям так хорошо, приятно. И реально мы расслабились и расслабляемся. Единственное, не разрешают наверх подниматься почему-то, не знаю почему. Здесь, в принципе, окошки есть, но они какие-то немножко заляпаны, поэтому особо снимать там не хочется ничего, мало что видно. Кстати, я вам по ценам ничего не рассказывала, что здесь сколько стоит, как-то не успевала. Ну, например, цены на паром нам обошлись на троих 115 евро, если я не ошибаюсь, это туда-обратно, до острова и обратно. Ну и плюс еще на ребенка, естественно, скидка. Ну, то везде на ребенка скидку дают, на автобус мы тоже брали скидку. Значит, обычный билет для взрослого на целый день, то есть можно менять маршруты, можно выходить из автобуса, можно обратно заходить. Стоил 26, и на ребенка, по-моему, нет, на взрослого 25, на ребенка то ли 14, то ли 12 евро. Ну, то есть где-то в два раза дешевле. Еда тут, в принципе, по моим наблюдениям, примерно такая же по ценам, как в Израиле. Так что для нас никакого культурного ценового шока точно нет. Отели, конечно, дорогие, ничего не сказать, билеты на самолет дорогие, но это просто сезон сейчас такой, ничего не поделаешь. Отели нам обошелся, вот, например, этот отель, который, по сути, всего лишь три звезды, да, у него расположение просто бомбическое, но отель, он очень-очень скромный. Мы за ночь отдали 150 евро, но мне кажется, это дороговато, конечно. Сейчас мы тоже будем жить в апартаментах, это не отель, и отдали мы за него за две ночи, а он лучше в шейкере, я скажу 900 шейкере, это где-то, я думаю, 250 евро. Я не знаю, какие там условия будут, но по ходкам вроде какая-то, типа, старинная вилла, ну, сами апартаменты внутри очень скромненькие, по идее. Ну, на этом острове, на самом деле, когда я выбирала места, где жить, в любых... А? Ты из-под ног, правда. Чего? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Чан, идти? Так. А, вот тебе, Рася. А, Рася. Что я вам могу сказать, Виталий, самое вкусное просто все, еда, напитки, праздник живота. Даже вот какой-то такой капучино на пароме, самый, наверное, простенький, просто офигенный. Быстро, что мы пыли на дороге. Да? Но быстро, быстро плывет. В общем, что я хотела вам дорассказать. Я когда выбирала отели, ну, места, где нам переночевать на острове, у нас две ночи было, я смотрела, ну, во всех ценовых диапазонах, мне просто было интересно, сколько было предложений, потому что в том ценовом диапазоне, который я смотрела, было там буквально пять предложений. В общем, я убрала любую сортировку по ценам, и общее количество предложений, как бы, ночлега, отелей, там, апартаментов и так далее, на острове было всего лишь двенадцать, если я не ошибаюсь, на те даты, на которые я смотрела, представляете? То есть, во-первых, я так понимаю, что там в целом, как бы, отелей и апартаментов очень мало, а во-вторых, все, которые были, практически все были заняты. Паспорт проверил? Паспорт проверил? Да тебе уже написали, что проверили паспорт. И, кстати, отели там тоже были, буквально по пальцам одной руки можно было пересчитать, а они были очень дорогие, то есть там ценовой диапазон начинался от двух тысяч шекелей за одну ночь, немножко выходил из нашего путешественнического бюджета, поэтому я взяла апартаменты. Ну, в принципе, я вообще не против, я люблю апартаменты, я люблю и отели, и, наверное, даже апартаменты я люблю немножко больше брать, потому что обычно там есть кухня, можно что-то приготовить, более какой-то, ну, не знаю, по-домашнему как-то это более все. Единственное, что я не люблю в апартаментах, это то, что иногда сложно бывает их найти, там где-то ключи в каких-то закоулках надо искать, какие-то пароли вводить, какие-то квесты проходить. Вот мы когда в Милане брали апартаменты, это был просто квест ночью найти, где спрятаны ключи, где находятся вообще эти апартаменты и так далее. Это единственный момент, который я не очень люблю в апартаментах. В отелях в этом смысле, конечно, намного проще, но не всегда. Вам, наверное, нифига не видно, но вот он наш остров, на который мы плывем. Мы уже подплываем. Делюсь очередным наблюдением. Мы как раз с Андреем об этом говорили. Неапольцы такие дружелюбные. Блин, вот с кем бы мы ни... Ну, не познакомлюсь, ни с кем тут не знакомлюсь, но с кем бы мы ни сталкивались, все такие, блин, дружелюбные. Причем эта дружелюбность, она вообще ни разу не натянута. Они все какие-то на кайфе, они все какие-то простые такие, прикольные. И, блин, ну, реально все дружелюбные. Английский вообще не знаю. Общаемся с ними на языках жестов, честное слово. И даже больше вам могу сказать, здесь русскоязычных можно встретить намного больше, чем англоязычных. То есть тех людей, которые знают английский язык. И, с одной стороны, можно было бы подумать, что, наверное, тут много людей сейчас из России, из Украины, из-за войны. Но как раз-таки мы очень много встречаем русскоязычных. Людей, которые здесь, скорее всего, живут уже давно, которые хорошо говорят на итальянском. Пусть они нам в каких-то моментах помогают, там что-то переводят, советуют нам какие-то вещи. Ну, в общем, люди здесь прикольные. Однозначно. Сам Неаполь тоже город очень, конечно, красиво. Особенно вот эта часть, которая находится на границе с морем. То есть это такая отвесная скала. И вниз уходят такие вот, как город уходит вниз по скале, наверное, по этой. Очень красиво. И дома такие вроде как европейский обычный город, но со своим каким-то особым, со своей какой-то особых харизмой. Вот он все-таки не похож на остальные европейские города, на обычные европейские города. У него есть что-то вот особенное. И действительно, я ожидала от самого Неаполя чего-то более скучного. Я бы сказала, единственное, что вот нам всем троим немножко подпортило наши, так сказать, путешествия по Неаполе, это жара и невозможность в нее спрятаться. Ребят, смотрите, куда мы плыли. Прочий, да. Прочий, да. Я правильно вызывала его. Прочий, да. Сейчас у нас по игрушечному острову. С итальянским колоритом за 15 евро довезут до отеля, до нашего. До него на самом деле можно было и пешком дойти. Просто нас там ждут, и мы хотим вещи скинуть. Пешком до туда идти 25 минут я посмотрела. Так что решили мы все-таки прокатиться на такси. Кстати, такси без кондиционера, с ветерком. Говорю же, итальянский колорит. Слушайте, остров, конечно, просто офигенный. К него стали подплывать, он как будто, знаете, такой игрушечный такой, весь цветной, красивый. Мы такие думали, почему здесь зеркала сложены. Видите, водители, зеркала как бы сложены. Сейчас мы поняли. Мы, по сути, едем по однополосной дороге. И на этой однополосной дороге разъезжаются машины. Блин, вы посмотрите, велосипед не проедет, а таксист проезжает. И говорю, нет бюджета на зеркала. Тут. Так, ребят, быстрый обзорчик апартаментов, которые мы сняли на острове. Такие милые вообще апартаменты. И вообще весь остров такой милый, ребят. Я просто в восторге. В общем, так, где тут свет включить? Вот, включила я свет. В общем, здесь такая, типа гостиной. Здесь есть вот две кровати, можно с двумя детьми сюда приехать. Небольшая кухонька. Это нам сделали подарок, представляете? Какая-то лимитированная паста. Давайте посмотрим. Вау, смотрите, как красиво. Вау, ва, ва. Обязательно опробуем итальянскую пасту, причем лимитированную. Тут такой шкаф с посудой. Здесь, так как тут свет включается. Здесь одна ванная комната. Такая очень даже неплохая. С душевой, туалетом, биде тоже. Блин, я не могу. Смотрите, какая прелесть. Этот остров просто капец. И здесь есть еще спальня. Давайте я включу свет. Так вот выглядит спальня. Достаточно просторная. Я вам скажу, вообще апартаменты большие. Тут вот кровать двуспальная. Зеркальца. Слушайте, сюда можно приехать и на неделю, мне кажется, и кайфовать. И здесь еще есть одна ванная комната. Вот так она выглядит. Это я в мыле. Сейчас надо будет холодный душ принять. Смотрите, как выглядит душевая кабинка. Полотенечки. Вот эти, кстати, апартаменты мне очень нравятся. Я вам честно скажу. Видно, что они сделаны в каком-то старом здании. В каком-то даже, может быть, историческом здании. Но здесь очень чистенько, очень приятно и просторно. Ну что, ребят, солнышко село и в городе стало, точнее, в городе, на острове сразу стало. Здрасте, вас что, закрыли? А нет, он не закрыт. Балкон открыт у него, ты маленький. А балконы все равно такие же. Да, кстати, мы заметили в Няполе очень много таких вот очень-очень маленьких балкончиков и здесь тоже. В общем, солнышко село и стало прям очень комфортно на улице. Прям мы по кайфу гуляем, мы идем в ресторан. Заказали там место, потому что нам посоветовали заказывать. Сейчас на острове очень много туристов, поэтому места везде как бы забиты. Все места забиты. Много здесь вот таких вот велосипедистов. Чтобы вы понимали, ребят, вот эта вот узенькая дорога, казалось бы, ну для Израиля это однополосная дорога, я бы сказала. Здесь разъезжаются спокойно машины, причем даже не притормаживая. А вот бабушка, которая идет сзади нас, она не слова на английском, вообще не слова, но когда она нас увидела, что мы не можем по карте разобраться, она сразу попыталась нам объяснить что-то. И объясняет на итальянском, объясняет, мы ничего не понимаем, но она что-то нам объясняет. В общем, она нам дала, в принципе, правильное направление. Мы потом Google Maps включили, мы хотели без него, по карте напечатанной, но сдались очень быстро. И несмотря на то, что здесь очень много туристов, очень много какой-то движухи, здесь очень чисто, посмотрите. Мусора нигде нет, очень чисто. Вот как про переулочек вообще в тему получилось. Дай-ка пойдем. Вот это красота. Просто офигеть. Этот остров один сплошной офигеть. Это место с картинки. Вы просто посмотрите, насколько это живописно. И в одном из этих ресторанчиков мы себе место забронировали. Сейчас найдем. Я думаю, что оно где-то чуть-чуть подальше. Пришли в наш милашечный ресторан, где мы заказали место. Кстати, когда мы пришли, он сразу на нас посмотрел, сказал, у нас все места заняты, все забронировано. Хорошо, что мы забронировали заранее. Андрюшка пошел себе пиво выбирать, потому что официант, несмотря на то, что он, блин, в супер туристическом месте работает, вообще ни слова на английском не говорит. А тут, кстати, все с символикой лимонов. Какой-то у них тут прикол с лимонами. Яну мы дали телефон, потому что он начал уже к концу ныть. Ну, конечно, у него день сегодня был тяжелый для ребенка, такие путешествия, они не настолько интересные, как для нас, для взрослых. И он вытерпел очень даже стойко, поэтому пускай сидит, отдыхает, кайфует. Первое наше блюдо называется «Не обожритесь сразу, потихонечку». Три креветочки, но пахнут они просто офигенски. Что, по креветочке? Принесли наше второе блюдо, уже более приличное по размерам. Сейчас будем пробовать. Я, кстати, вот эти вот штучки еще не пробовала, такие мидии. Это что же мидии? Не приходи, да, какие-то рапаны. Ах, как это красиво выглядит. Я, кстати, выбирала все блюда наугад, вообще, просто, вообще ничего не понятно. Тыкала пальцем. Мы принесли нам последнее блюдо, из которого Ян, наверное, съест пасту, а мы с Андрюшкой все морепродукты. Выглядит оно, конечно, классно, очень аппетитно. Так, принесли десертик. Ну как, вкусненько? А, это ему понравилось. А десерт лайк. А десерт лайк. Слышишь, лайк, пасту кому-то есть? Мама? Кто-кто? Слышь, что-то есть. Ян не заценил у нас морепродукты, вообще, даже пасту с морепродуктами. Даже пасту без морепродуктов он не заценил. Ну, хотя бы пускай десерт жует, а я пасту съем. Паста вот эта очень вкусная. Второе блюдо мне, честно говоря, не очень понравилось. Креветки первые, которые не обожрись, были очень вкусные. В общем, как вы, наверное, уже поняли, мы не можем сказать, что на 100% удовлетворены этим походом в ресторан. А я могу сказать, что на 100% неудовлетворен. Неудовлетворен. Во-первых, выбрать не еще. Во-вторых, в таком месте, в туристическом человек, хотя бы один должен был разговаривать на английском и понимать человека. Во-вторых, цена не соответствует ожиданиям хотя бы в малейшем. Хотя бы намек на кондиционер, за-таки. Пап, ну кондиционер мы как бы сидим на улице. Как бы он сверху есть. Что он нам не предложил? Он даже у нас не спросил, можно на улице, может, вот ваше место, идите, собачки. Он забыл заказ лимончелла, я у него попросил, он не принес. Он в счет не внес. Он в счет не внес, но он и не принес. Я крайне недоволен. Кстати, да, у нас ребенок прорил свою газировку. Ну, мы вот эту вот салфетку протерли, он ее не унес. Тарелку у Андрея взял, не принес новую чистую, знаете, вот для ошметков от морепродуктов. Ну, как-то, знаете, все не на высшем уровне, а ценник здесь приличный. В общем, 100 евро. Ну, не так и дорого, на самом деле, для трех блюд, но... Для места недорого, дорого для обслуживания. Вот вот обслуживание, которое мы получили, оно не стоит у тех денег абсолютно. Вот, кстати, ресторанчик этот. Ну, в общем, я не могу сказать, что я прям уж так недовольна, как Андрей. Ну, и не могу сказать, что это было на 100%. Хотя вы знаете, что я, в принципе, непривередливая. Ой, тут, конечно, спуски, подъемы, вон, ворчуны мои идут. Я уже хочу спать. Ты маленький. Мы идем сейчас в порт. Это как бы тоже вроде как порт, но мы идем в тот, в который мы приплыли. Потому что там есть работающие магазины, которые, я так поняла, нам срочно нужны. Прикол в том, что, насколько я поняла, тут, кроме как по этим ступенькам, больше негде подняться, спуститься. То есть, в любом случае, ты поел, и будь добр, поднимайся по всем этим ступенькам. Ну, хрен знает, сколько после того, как поел плотненько. Может быть, тут есть какие-то обходные пути. Может, тут есть лифт, но мы его не нашли. Лифт для избранных. Зато какая красота, ребят. Какая красота. Я тоже, кстати, запыхалась. Тут очень высокая влажность, несмотря на то, что температура уже не такая высокая, но влажно очень. Десять часов вечера, казалось бы, блин, спать пора. Мы идем уже в наш отель. Тут такое движение, все ездят, мопеды туда-сюда, туда-сюда, такси, автобусы. Блин, мне кажется, только в это время жизнь начинается, я так понимаю. И здесь, конечно, капец, влажность просто зашкаливает. Несмотря на то, что температура, я думаю, вообще невысокая, но с нас уже трипота сошло. И будем сейчас принимать третий душ за сегодняшний день, это точно. Ноги гудят, честно говоря. Пока шла-шла, вроде не замечала. А сейчас, как мы пришли, как я обувь сняла, все сразу загудели. Короче, надо спать. День, конечно, сегодня был просто супер перенасыщенный. Ой, знаете, с какой проблемой мы столкнулись? У нас одежды не хватает. Я как-то рассчитывала, и Андрей тоже рассчитывал, что, ну, один комплект одежды на один день. Но сегодня мы, например, сменили два комплекта одежды. Потому что, блин, потешь просто за секунду. То есть завтрашнюю порцию одежды мы уже на себя надели сегодня. Завтра еще у нас есть что надеть, но послезавтра это уже проблема. У Яна, кстати, та же проблема. Может быть, я не знаю, что делать. Попробуем здесь что-нибудь купить. Плюс еще здесь, насколько я знаю, есть пляжи, и я хочу Яну туда сводить, но ему нужен купальник. Точнее, ну, купальные трусы. В обычных трусах он точно не полезет купаться. Но вроде мы сейчас проходили, видели магазин детской одежды, и вроде там даже были купальные трусы. В общем, купим ему, чтобы завтра сводить его на пляж. Чтобы он тоже, знаете, покайфовал, а не просто с нами ходил, куда мы ходим. Короче, ребята, кажется, я прямо сейчас так здесь и усну. Ладно, ребят, на этом буду с вами прощаться. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok